Немецкие самолеты шли груженые, а у них гул совсем другой был. Они груженые. После начала войны 17-летней Зои, приехавшей в Москву на заработки, пришлось бежать от бомбежек домой в село Останково Курской области. Но весной 42-го фронт дошел и туда. Фашисты начали с грабежа. Сначала брали только продукты, а потом что придется. И когда взять многодетной семье Зою, кроме детских вещей стало нечего, мать боролась как могла. Ложилась на одежду грудью. Между дверьми закладывали ей руки, ломали руки и выбрасывали в другое помещение. Опять она вставала и опять она ложилась на эти вещи. Ей ломали руки до тех пор, пока она не потеряла сознание. В конце 42-го немцы ушли. Сами. Первого советского разведчика. Изможденные женщины встретили так радостно, что пытались поднять на руки. Зоя отчаянно просилась на фронт. Ее взяли поваром. Первым испытанием стала Курская битва. Бым стоял огонь. Больше пяти тянного дома. Такое пламя стояло. В тылу приходилось не только готовить. Женщины ухаживали за ранеными солдатами. Стирали форму. Идут сбои оборванные. Как это говорится? Вернулся солдат с боя. Какой он? Да никакой. Офицеров одевали только в офицерское. Чтоб он шел с иголочки на фронт. Чтоб он вел за собой солдат. В Курской битве ход войны окончательно переломился. Немец уходил быстрее, чем за ним шли, вспоминает Зоя Никаноровна. На Украине казалось, бегущий враг впереди. Но опасаться стоило и удара в спину. Нас предупредили. Смотрите, это бандеры. В то время они уже стреляли в спину солдатам. Иннезапно вот. А у них же как? Снампера. Выжженной землей поразила Белоруссия. Вместо домов печные трубы, а вместо людей виселицы. Видим, висят мужчины повешенные. А что мы должны? Снимаете, конечно, связаете все. Так за боями и дошла повар Зоя до Берлина. Семь десятков лет прошло, а она все не может понять, почему так жестоки были оккупанты. Куда бы мы ни приходили, мы себя не вели так, как они. Жили, убивали. Олеся Слынько, Сергей Вишняков, Дон-24, Ростов-на-Дону.